Всем привет, вы на канале PользЫr Net, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Как вы прекрасно знаете, я делаю обзоры на те товары, которыми я сам пользуюсь. Некоторыми я товарами пользуюсь долго, некоторыми я пользуюсь недолго. И после этого делаю обзоры. У меня нет просто распаковок. Здесь вы видите монитор Xiaomi, который я покупал вообще, по-моему, через какую-то стороннюю компанию, даже не на Али, до того, как на Али начали их продавать. Он вышел больше, чем полгода назад, ему примерно год. И после этого я купил, получается, около, наверное, двух месяцев назад монитор Huawei GT. Они имеют одинаковый размер, они имеют одинаковый отклик 4 миллисекунды. Если убрать колонку, что значит убрать колонку? У Huawei уже подумали о том, что ценник выше, чем Xiaomi, значит, надо убирать что-то и делать ценник такой же. Ценники у них одинаковые. И вот при одинаковых ценниках не эта модель однозначно является лучше. Почему? Понятно, что здесь пишут, что здесь 10 бит, здесь 8. По факту здесь 8 бит плюс ферси. По количеству портов. И здесь есть ауксовский, чтобы подключать наушники и здесь. Но здесь нет колонки, если брать конкретно мою модель. Здесь яркость. Если номинальная, как они заявляют и заявляет производитель, 350, здесь только 300. Если брать герцовку, здесь 144 герца, здесь уже 165 герц. И понятно, что все будет зависеть от вашей видеокарты. Может быть и 164 герца и еще много всяких вариантов. Я не пытаюсь сейчас быть специалистом из разряда того, что давайте поспорим, что лучше. Что лучше и так понятно. Вопрос в другом. За какие деньги вы сможете это себе дело купить и за какие деньги вы сможете купить себе это дело. По факту я с радостью работал на этом мониторе и продолжу на нем работать. И этот монитор тоже будет в работе. И сказать, что они плохие, я точно не скажу. Это мой выбор. То есть есть на рынке много устройств, разных ценников. Я его умудрился купить за 29,990. Этот я успел купить тоже за 29, по-моему, 600. В принципе, ценник одинаковый. Здесь мне удобнее, что есть колонка. Не нужно подключать отдельную колонку. Можно прямо с него монтировать что-то. И если не мешаешь окружающим, не через наушники, работать. Играть кайфово и здесь и здесь. Здесь честные 165 Гц, здесь честные 144 Гц, здесь нечестные 10 бит, здесь честные 8. Нечестные 10 все равно лучше, чем честные 8 по факту. По удобству. По тому, каким образом можно двигать. Двигать вот это дело. Можно еще так. У Huawei, к сожалению, такой функции нет. А вверх-вниз без проблем и тот и другой монитор уходит, как вы прекрасно можете сейчас это увидеть. Блок питания здесь есть, пусть и маленький. Здесь его нет, здесь просто силовой кабель и внутри все, что вам необходимо. Здесь есть джойстик. Здесь кнопки управления. Кому что удобно выбирать вам. Сказать, что картинка лучше на одном или другом мониторе, когда ты работаешь, я не скажу. Почему? Потому что, ну вообще, по мне, по ощущениям, они прям одинаковые-одинаковые. Понятно, что герцовку кто-то может увидеть, но я работаю с видео. Мне эти 165 Гц и 144 Гц, как вы понимаете, не нужны. Если же вы играете, 165. И снова, все, что у Huawei выходит. Я не фанат этого бренда с той точки зрения, что они очень часто обманывают. Вспомним те же часы Huawei вот GT 3, которые вы можете посмотреть обзор на моем канале. Часы, которые стоят 24 тысячи рублей, а платить ими вы не можете. То есть, через Unipay они два банка завели. Это какой-то просто лютый головняк. Но по факту умные часы, которые вы не можете платить за такие деньги, это перебор. То же самое с мониторами. Они выкидывают во время распродаж или предпродажи по хорошей вкусной цене все эти девайсы. После за те деньги, за которые они хотят их продавать, покупать их, я считаю, невыгодно. Вот сейчас, допустим, у них, по-моему, сейл, может быть, уже даже прошел. Но к чему это все? К тому, что пользовался. Есть что рассказать. Основа это будет обзор на этот монитор. На этот монитор вы уже можете посмотреть обзор на моем канале. Там просто море комментариев пользователей. И в конце я обязательно скажу мой выбор. Ну, я думаю, вы и так догадались. Смотрим. 991 на ютюбе. Всем привет и еще раз. Меня зовут Саня. Канал польза нет. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. 5 ми бэндов 6 серии разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня я расскажу вам о мониторе Huawei MateFu GT. Разумеется, через призму сяомишного Моника. Полетели. Притом на сяомишный монитор на 32 дюйма вы можете обзор посмотреть в правом верхнем углу экрана. И, соответственно, по ходу я вам буду как-то их сравнивать. Потому что в лобах сравнивать довольно такое себе занятие. Вы сейчас поймете почему. Полетели. Распаковка. Коробка пришла в целом и неповрежденном состоянии. Оформление самое простое. С минимальным количеством информации. Картон не особо плотный. Но, тем не менее, все дошло ко мне в самом лучшем виде. Внутри все комфортабельно уложено по своим ячейкам. В комплект входит монитор 34 дюйма. Подставка с тройным сабвуфером. Адаптер питания USB-C на 138 ватт. Кабель USB. USB 3.0 Type-C на Type-C-A. Кабель DP на DP. Кабель USB 3.0 Type-C на Type-C. Кабель HDMI. Краткое руководство и гарантийный талон на китайском языке. Летим дальше. Дизайн монитора приятный к глазу. Интересно смотрится переход угловатых граней к цилиндрическому основанию подставки. Что, собственно, является саундбаром. И по совместительству с сенсорной панелью. Корпус изготовлен из черного матового пластика. Решетка саундбара из сплава алюминия. Несущие элементы стойки и крепления. Блоков монитора изготовлены из металла и спрятаны также за пластиком. Сборка хорошая, материалы качественные. Никаких зазоров я не обнаружил. И, к слову, здесь 1дп, а здесь 2дп входа. Многим, может быть, будет это важно. И еще, когда вы увидите сейчас вес этих устройств, помните, что у Huawei есть колонка. Но это с одной стороны. С другой стороны у Huawei есть еще блок питания, который тоже весит. Пусть он небольшой, немало. А здесь блока питания нет. Но нет колонки. В целом, Xiaomi сделали значительно легче и интереснее монитор в некоторых вопросах. И многим это будет важно. Хотя кажется, что нет. Но будет. Габариты внушительные, ширина экрана 807 миллиметров, высота 362 миллиметра, глубина 240 миллиметров. Вес достигает почти 10 килограммов. Монитор Xiaomi Mi Surface Display в габаритах примерно такой же, но весит почти на 2 килограмма меньше. На корпусе монитора расположены джойстик с подсветкой вместо стандартных и наскучивших кнопок. Вентиляционные решетки, вход питания USB Type-C, два порта HDMI 2.0, разъем PowerDP 1.4, гнездо USB Type-C и 3.5 миниджек. Панель разъемов можно закрыть специальной крышкой, чтобы монитор с тыльной части смотрелся более аккуратно. Подставка регулируется по высоте в пределах 110 миллиметров по углу наклона от минус 5 градусов до 20. А вот поворот экрана стороны не предусмотрен, к сожалению. Блок питания подключается к монитору с помощью кабеля USB Type-C. Саундбар состоит из двух стереодинамиков на 5 ватт и сенсорной панели с RGB подсветкой. Сенсорная панель имеет 8 эффектов подсветки и поддержку пользовательских настроек, но регулировать ей можно исключительно громкость звука. Также есть два микрофона D-Mig, которые могут улавливать голос на расстоянии до 4 метров. Качество звучания динамиков не самый топ. Звучат они неплохо, но не забываем, что это не отдельная акустическая система. Экран имеет изгиб 1500R по цилиндру, никаких искажений картинка не придает. Внешняя поверхность матрицы черная и матовая, соотношение сторон 21 к 9. Ощущение при просмотре фильмов просто шикарное. Нереальное ощущение при игре в стратегии и монтаже. Удобно прямо безумно, особенно после обычных мониторов. На дюймов так 27. Тип матрицы VA панель со светодиодной краевой подсветкой. Максимальное разрешение картинки 3440 на 1440 точек, такое же как у Xiaomi Mi Surface Display. Частота обновления кадров составляет 165 Гц, когда у Xiaomi Mi Surface Display частота обновления всего 144 Гц. Обзор на него можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана, кстати. Цветовой охват 90% DCI-P3, 100% sRGB. Максимальная яркость экрана 350 нит. HDR поддерживается, что хорошо. Есть режим защиты зрения и регулировка разгона матрицы. Шим отсутствуют, рамки из пластика вокруг экрана очень узкие, не считая нижний. Ее размер в ширину 17 мм. Яркая очень детальная картинка, каждый пиксель делится на 4 равные части, бликов минимум из-за матового покрытия, но при попадании в комнату солнечных лучей незначительно теряется яркость, и ее немного по мне не хватает. Настройки яркости и цветов баланса здесь по минимуму. Можно изменять цветовой баланс выбором цветового профиля из трех предустановленных, а также из пользовательского, где можно регулировать интенсивность трех основных цветов. Режимов геометрической трансформации в целом только три. Первый – это растягивание изображений на весь экран, второй – это вывод по пикселям в центре экрана, и последний – увеличение до границ экрана с сохранением первоначальных пропорций. Монитор не имеет поддержки умной герцовки, что достаточно странно для такого ценника. Разнообразных полезных и интересных тестов на просторах интернета на данный моник уже не счесть, поэтому я бы от себя просто хотел сказать, как данный монитор ведет себя в повседневной работе и в играх. Плюс я его покупал сам себе, поэтому мне кажется, что это будет максимально простой и честный отзыв. Так вот, при использовании монитора никаких дефектов лично я не заметил. Единственный минус – это на черном экране имеются засветы. Момент такой неприятненький, но не критичный, при том он практически в принципе во всех мониторах, опять же данной ценовой категории. Для динамичных игр отлично подходит частота обновления мониторов 165 Гц, но к габаритам экрана придется привыкать, особенно если в вашем постоянном использовании на данный момент небольших габаритов монитора. Притом привыкать вы будете недели три, не сразу. В обычных стандартных задачах монитор по цветам прямо хорош. Любая картинка или фотография кажется более оживленной, при этом, повторюсь, не искажает видимые объекты и не растягивает их. И эффекта вот этого закругления вы не видите. Светимость экрана равномерная, никаких резких перепадов нет. Режим HDR, думаю, не всем пользователям понравится, так как получается перебор с насыщенностью цветов, и картинка становится неестественной. И в каком-то плане даже слегка неприятная. Минусы – это отсутствие возможности поворота экрана по горизонтали, минимальные настройки в пунктах меню OSD, довольно большое время отклика, засветы на черном экране и слегка завышенная цена, потому что то, что сейчас продают в официальном магазине Huawei, это чуть-чуть другое, это облегченный монитор. В этом есть еще и колонка. О ней я особо не рассказывал, потому что мне кажется, что там только ленивые спеки не прочитают. Все довольно просто. Внизу находится колонка, и за нее вы доплачиваете. Купил я его примерно за 420 долларов, притом я оформлял кредит, потом после этого кредита отказывался стандартно от страховки, и поэтому получил по предзаказу вот такую низкую цену. На данный момент вам также можно купить на Али, но вместо него, если честно, я все еще советую себя умешный монитор. Когда буду резюмировать, объясню вам почему. Есть ли промокоды на данные устройства, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую. Вопреки всему, несмотря ни на что, несмотря на то, что я ярую сяомит, несмотря на то, что у Huawei большие проблемы, я не поддерживаю их политику обмана пользователей через блогеров. Если покупать их девайсы, конкретно мониторы, про планшеты ничего не скажу, на распродажах, то есть во время того, как они позволяют пользователю сделать предзаказ, однозначно выбор этот моник. Ну, либо этот моник без колонки. Почему? Потому что при тех же затратах вы получаете устройство чуть-чуть, но выше классом. Сказать, что у него лучше материалы? Ну, чуть-чуть лучше. Чуть лучше мне нравится дизайн. Да, где-то он не продуман, что его налево-направо не подвинут. Но ничего сложного, чтобы поменять угол, можно подвинуть монитор, допустим, для примера. Да, они это дело не продумали. Да, у них есть какие-то недостатки из разряда функциональных. Мне не очень нравится их эта кнопочка. Мне проще, как у сяоми, допустим, кнопки сбоку, несколько механических. Но это все с одной стороны. С другой стороны, хорошо они делают. Прям очень хорошо. Да, рамки такие же. Герцовка чуть выше. Битность, пусть и с мухляжом, выше. Яркость выше. Ну, о чем здесь еще говорить? Цена та же. К сожалению, вопреки моей безумной любви к сяоми-цеским гаджетам, в прошлом году это был супер-мега-топ. Сейчас Huawei выпустила что-то новее и дешевле и лучше. Супер-топ уже они. И все. Напоминаю, что на канале просто море обзоров различной техники, в том числе и сяомишной, Huawei и смартфонов. 11-11 будет крупная распродажа. До нее вы должны определиться, что купить. А для того, чтобы примерно представлять, почем все будет продаваться на Алиэкспрессе, можете зайти в мой телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии. Просто пролистать и посмотреть цены, в каком диапазоне, что продается во время распродаж. Люди очень часто удивляются. Можете не подписываться, можете искать какие-то альтернативы. Я это дело все время выискиваю во время сейлов, покупаю сам себе на обзоры и потом стараюсь советовать вам. Если вас что-то заинтересовало, пишите. Я постараюсь это дело на очередной распродаже купить и рассказать вам уже в обзоре. Если вам такой формат заходит, с входом и выходом на такие глобальные устройства, пишем, потому что мне интересно про это рассказывать, притом простыми словами. Лучше, проще, за те же деньги. Хуже, потому что старенький. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, добра и удачи вам, дорогие друзья.